И всем приветики мои медвежата и вы сейчас на моем канале ВинниТока и в этом видео я вам хочу показать несколько новых и крутых лайфхаков для обустроенств. Ну что ж, для начала пожалуйста подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, подпишитесь на мой телеграм, а мы не будем затягивать уже поскорее начнем. И первый лайфхак, мы должны зайти в креатор домов, заходим и мы должны будем найти коврики. Все мы знаем то, что коврики можно соединять и у нас получаются новые красивые коврики. Так вот, сейчас я вам покажу три варианта, которые вам возможно понравятся. Вот такой вот зеленый цветочек с кувшинкой, далее вот такая вот новогодняя карамелька и вот такой вот коврик, они смотрятся просто шикарно. Вы также можете совмещать разные коврики на ваш вкус. И вот такие вот идейки у меня получились, надеюсь они вам понравятся. Они никак не удалятся, если вы обратно зайдете в креатор. Ну что ж, переходим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак заключается в том, что мы также можем соединять мебель. Заходим в креатор домов и ищем кресло. Можете выбрать те, которые вам нравятся, либо какие-нибудь любые. Но больше всего мне это нравится с ушками. Теперь мы переходим в спальню и тут мы должны найти вот такую кровать, которая без задней панели. И если мы так вставим, то получится будто бы она как в домике или в шалаше. Думаю, кому-нибудь пригодится, например, для обустройства детской комнаты. Вот так вот она лежает. Ну что ж, а теперь переходим к следующему лайфхаку. Кстати, этот лайфхак, он будет бесплатным. Я вам покажу, как можно из тумбочки красиво сделать стол и обустроить рабочее место для вашего персонажа. Берем вот эту бесплатную тумбочку и бесплатную полочку. Либо если у вас платная версия, можете взять любую. Берем вот эту вот среднюю полочку и подставляем прям под стол. Далее мы на эту полочку можем положить разные украшения, книжки для рабочего стола и так далее. Вы можете расставить не прям точь-точь, как я, а как вам нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот такой вариант я вам могу предложить для рабочего места. Думаю, в бесплатной версии это очень даже круто. Ну что ж, переходим к следующему лайфхаку. Мы заходим в электронику или технику и выбираем вот такой вот бесплатный телевизор. И далее мы должны зайти в спальню и в картины. Мы можем взять вот такую вот кляксу, которую мы можем повесить, будто бы телевизор грязный и он испачкался. И так же вы можете сделать с трещинами. Вот так вот сделать и будто бы если вы снимаете, то кто-нибудь задел мечом или что-то сделал и у телека появилась трещина. Ну это достаточно полезный лайфхак, но мы переходим к следующему лайфхаку. И этот лайфхак я взяла с канала Утка Тока. Советую на него подписаться. Ссылочка будет в комментариях. Ну что ж, для этого мы берем вот такой вот шкаф и вот такой вот шкаф с вешалками, совмещенный с комодом. И вот так вот у нас получается. Можно вешать одежду и назад класть какие-то мини-вещи, либо тоже одежду. Далее лайфхак с этим же шкафом-комодом. Мы ищем другой новый эстетичненький такой для эстетики-гёрлс комод. И вот так вот мы его совмещаем. И так можно соединять разные предметы мебели с разными комодами. Вот так вот получается. Он ничего не делается с ним, так же всё открывается и закрывается. Ну что ж, давайте переходить к следующему лайфхаку. Как вы знаете, много одежды светится в темноте в Тока Лайф Ворлд. И так же в Креаторе мебели есть такие вещи, которые светятся. Например, вот эта надпись. Вот такая вот картинка. Но остальные две картинки, они светятся плохо, но всё равно. Первая картинка очень яркая и светится зелёным цветом. И переходим к следующему лайфхаку. Следующий лайфхак, мы должны зайти в светильники и взять такие вот румбики. Если что, они светятся голубым цветом и особенно в темноте. Так вы их можете делать и, так скажем, делать разные узоры ими. Они светятся не только в темноте, их просто нажать и они включатся. Так же вы их можете делать на друг друга, а не только рядом с ними. Можете даже на них. Я, например, сделаю вот такую вот полосочку. И вот они вот нажимаю и они включаются. И особенно это очень красиво смотреть, когда они светятся в темноте. Вот так вот они светятся в темноте. Очень ярко можете брать для своих обустройств. Что ж, переходим к следующему лайфхаку. Заходим в столы и выбираем вот такой вот деревянный стол. Он вот. И далее мы заходим в печки и выбираем старую чугунную печь. Вот такую вот печь мы выбираем. И далее нам понадобится еще один такой же деревянный стол. Мы его должны подставить к печке и у нас получится вот так вот. Будто бы печка прям в столешнице уже такая готовая. И сейчас я вам покажу одну идею для обустройства. Вот так вот можно преобразить эту обычную чугунную печку в красивое эстетичное место для кухни. Ну что ж, далее заходим с вами в кредит персонажей и ищем вот такую вот подставку для ножей, вилок, общем, посудных приборов. Ну что ж, и для этого мы выбираем букетик. К этому лайфхаку подойдет только вот этот букетик и еще такой же, только большой. Вы его можете, чтобы прикрыть его низ, то есть корень, можете сделать вот такой вот орнамент. Думаю, он вам очень понравится. И остальные растения так уже делаться не могут. И вот так вот у меня получилось. Думаю, выглядит очень даже прикольно. Ну что ж, переходим к следующему лайфхаку. Заходим в кредит домов и в кухню. Ищем вот такие вот холодильники. Например, вот это мой любимый холодильник. Он очень белый и красивый. Но, к сожалению, в него нельзя положить вот эти ящики с едой. Они вот просто не ставятся. Можете сами попробовать в самой игре. И сейчас я вам покажу лайфхак, чтобы они туда поставились. Заходим в столы и выбираем столик для упаковывания подарков. И думаю, вы уже поняли. Мы должны положить эти ящики и они должны упаковать их. И потом мы их просто ставим в холодильник и раскрываем наши подарочки. Так, как показано на видео. И вот эти коробочки у нас стоят. И так вы можете сделать со всеми вещами, которые у вас куда-нибудь не ставятся. Думаю, это очень полезный лайфхак для ваших обустройств. Идеи, конечно же, все можете брать. Ну что ж, спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Поставьте лайк. Еще раз извините, что меня не было так долго. Были дела и я уезжала. Поэтому всем пока и спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...